Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Президент Майя Санду отметила поддержку Украины в полномасштабной войне России и отметила, молдаване должны знать, кто является нашими друзьями, а кто врагами. Как сообщает ньюсмейкер, об этом Санду сказала в пятницу в интервью каналу Молдова-1. «Молдаване никогда не были и не будут на стороне убийц, мы осудили агрессию России против Украины с первого дня войны», – подчеркнула глава государства. Она добавила, что Кишунев заявляла о попытках России свергнуть конституционный строй в Молдове в мешательстве ее внутренние дела, а также сопровождавшей их пропагандой и дезинформацией. Но когда у нас появились убедительные доказательства того, что они пытаются свергнуть власть Кишиневе, демократически избранную гражданами Молдовы, тогда мы вышли и выступили публично, чтобы наш народ знал, кто наши друзья, а кто наши враги, подчеркнула Санду. По ее словам, ресурсы, необходимые для развития Молдовы, поступают из Румынии, ЕС, США, Японии. «Сколько денег пришло из Кремля на ремонт детских садов, школ и больниц? Ни одной копейки не пришло. Вот оттуда происходит шантаж, и война», – добавила президент. В выступлении в парламенте в пятницу, которое ранее не анонсировалось, Санду призвало правительство к решительным действиям, чтобы остановить любые попытки дестабилизировать страну, а государственные учреждения – бороться с пропагандой, которая отравляет людей. Также отметим, что Молдова сегодня не сталкивается с военными угрозами. Благодаря тому, что Украина при поддержке международного сообщества способна защитить свою территорию, об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Папеску, передает голос Америки. «Молдова сегодня не сталкивается с военными угрозами. Это благодаря тому, что Украина при поддержке международного сообщества способна защитить свою территорию, способна освободить некоторые территории и благодаря этому обеспечивает мир и стабильность в таких странах, как Молдова не только», – сказал Папеску. Министр обороны Молдовы сообщал, что Молдове в настоящее время не угрожает неизбежная военная опасность, но она является объектом гибридной войны, созданной Россией в попытке свергнуть государственную власть. Проевропейская Молдова неоднократно обвиняла Москву в сговоре с целью насильственного свержения ее правительства с помощью диверсантов, замаскированных под антиправительственных демонстрантов. Некоторые медиа из международного журналистского консорциума получили доступ к плану Кремля по установлению полного контроля над Молдовой. Согласно документу, Россия намерена захватить власть в стране до 2030 года. Напомним, Соединенные Штаты считают, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства. Об этом, как сообщает CNN, недавно заявили официальные представители Белого дома. Как следует из их слов, США считают, что Россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным связям с Европейским Союзом. Вашингтон также видит признаки того, что связанные с правительством РФ лица могут готовить антиправительственных демонстрантов в Молдове. Американская сторона считает, что Россия способствует распространению дезинформации и стабильности в Молдове. Одним из примеров является заявление российского Минобороны о том, что Украина якобы планировала вторжение в Приднестровье. Чиновники США отметили, что эти обвинения являются необоснованными, ложными и создают безосновательную тревогу. Хотя CNN не называет имен своих собеседников, вопрос Молдовы на брифинге на прошлой неделе комментировал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg. «Мы уверены в демократических и экономических институтах Молдовы и их способности реагировать на эти угрозы, и, конечно, мы продолжим оказывать надежную поддержку», заявил он, добавив, что США передали Молдове разведывательные данные о возможных беспорядках. «Белый дом» также пообещал наложить санкции на тех, кто связан с дестабилизирующей компанией России в Молдове, и получить от Конгресса одобрение пакета энергетической помощи для Кишинева на сумму в 300 миллионов долларов. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи!